Кому должна, я всем прощаю. На этой неделе стало известно, кто и сколько задолжал России по итогам прошлого года. Оказалось, что первое место в числе тех, кто должен смиренно склонить голову, занимает Беларусь. Ее долг вырос почти на 2% и составил 8,5 миллиардов долларов. Это Вести без Киселева, совместный проект канала Фьермак Медиа и реальная журналистика. Привет-привет, мои дорогие, с вами Юля и мы начинаем. Итак, вторым должником, который в этом году только нарастил свой долг, стал Бангладеш. Сумма неполученных от этой страны нами денег достигла отметки в 4,4 миллиарда долларов. Индия не отдала 3,3 миллиарда, Вьетнам – полтора. Далее идут Йемен, Афганистан и всего 38. Но не попугаев о тех, кто задолжал России 26 миллиардов долларов. Примечательно, что в прошлом году мы впервые за 30 лет выдали кредит Ирану. И надо же, как удачно, потому что в этом Тегеран не только стал нашим союзником в известном мероприятии, но и основным игроком в российском товарообороте, а за это получил деньги и недюжинную лояльность. Да-да-да-да, это раньше старый друг был лучше новых двух, сейчас выбирать не приходится. «Оплачиваем то, что с нами дружит по доброй воле». Ну или по бартерам. Мы, например, ему истребители Су-35, а нам, к примеру, 6 тысяч беспилотных летательных аппаратов. Но лично меня во всей этой ситуации напрягло не это, вернее, даже не столько это, сколько желания России обменяться с Ираном опытом в борьбе с преступностью. На этой неделе генпрокурор Российской Федерации Игорь Краснов прибыл с визитом в Иран. Говорят, цель – проста до безобразия, а также после безобразия и во время безобразия. Прокуроры двух стран решили объединить усилия и создать рабочую группу по противодействию различным криминальным проявлениям. «Вечно и много пьющая Россия и безалкогольный Иран собираются породниться». Ну, кому из нас неизвестно, что каждое четвертое преступление в России совершается в состоянии алкогольного опьянения. Или кто не слышал, что государству иметь пьющее население тоже очень удобно. И как в этот замкнутый круг инсталлировать Иран, лично я ума не приложу. Так что не стоит эта идея и пары бутылок водки. Хотя, может совершенствоваться, то мы собираемся вовсе не в этом направлении. Вы, наверное, в курсе, что на этой неделе после столкновения с полицией в Иране казнили второго участника протестов. Им оказался защитник местного футбольного клуба. Я напомню, вся история началась еще в сентябре, когда 22-летнюю девушку за неправильно повязанный платок полиция нравов забила буквально до смерти. Эта ситуация стала поводом к народному недовольству, в результате которого потери понесли как мирные жители, так и полицейские. А полиция в Иране приравнена к Богу. Замахнулся на полицейского, значит, посигнул на Всевышнего. Это как наш пластиковый стаканчик, только с летальным исходом. И таких в Иране еще 28 ожидающих казней человек. Вот, вот теперь все встает на свои места, и теперь даже понятно, каким опытом поехал обмениваться наш Краснув. Видимо, вернется оттуда с фразой, а что так тоже можно было, а мы до сих пор боимся Северной Кореи. Зачем и почему, когда у нас под боком пример не самого гуманного правосудия, способного стать нашей с вами реальностью. Но оставим Иран в покое, у нас и своих забот хватает. Вот небезызвестный Виталий Милонов, например, одна за одной плодит свои гениальные мысли. На прошлой неделе он предложил включить в школьную программу обязательно изучение священных текстов Библии, Корана, Талмуда и Трепетаки. Это, по мнению Милонова, поможет народу разных стран объединиться на территории России. Опа-опа, друзья, значит дружба с Ираном это все-таки нечто большее, чем просто политика. Да и демография у нас проседает. Вот Милонов и придумал, как два в одно уместить. Но не учел другого. После начала спецоперации Россия продолжает неуклонно терять коренных жителей. Ну потому что это СВО как река, которой как бы пофиг купаться-то или топиться. Поэтому одни едут в сторону Украины, другие в Казахстан и далее. Да, кстати, на этой неделе Милонов предложил решить и эту проблему. Тем более, что других-то больше нет. Всех уехавших не в сторону спецоперации отныне он предложил нарекать гомосексуалистами. Но это про мужчин. Женщины же должны именоваться проститутками. Ну и на этом гений мысли не остановился. Вдобавок ко всему, он на полном серьезе предлагает всем выезжающим предоставлять расписку, в которой они бы честно признались сами себе в своей ориентации. Да-да-да-да, господин Милонов. И не забудьте им выдать голубые паспорта. Ну, чтобы их уж точно ни с кем не перепутали. Шутки шутками, друзья. А это говорит человек, который на минуточку депутат Государственной Думы. И который как бы должен сеять что-то вечное и разумное, а не использовать спецоперацию в качестве инструмента демонстрации собственного популизма. Это не считая того, что я как бы вообще пропустила тот момент, когда мероприятие по уничтожению нацистов в Украине превратилось в операцию по очистке России от гомосексуалистов и проституток. А именно это сейчас и демонстрирует депутат Милонов. Но я вам больше скажу, оптимистичных взглядов Виталика почему-то не разделяет наша пропаганда. Если раньше из каждого телевизора кричали о Киеве за три дня, то теперь в последние месяцы риторика не только корректируется, но и прямо противоположно формируется. Потому что речь ведется уже просто о выживании. Наша идеология сейчас, на ближайшее десятилетие выжить. Не просто выжить, а сохранить цивилизацию, страну, народ, государство. Все вот это сохранить. Вот это наша идеология на ближайшие 10 лет. Якович. Думать это, конечно, не про них, а вот придумывать другое дело. От создателей Киев за три дня теперь свет увидит новый киношедевр. Выжить ближайшие десятилетия. Я Бергриллс, и сегодня вы узнаете, как выжить в одном из самых суровых мест на Земле. Я в Сибири, самом холодном регионе Земли. Как мертвый як может спасти вам жизнь? Как есть пищу, вызывающую рвотные спазмы? Зачем вообще стоило начинать эту спецоперацию, если до ее начала плохо жилось только Луганску и Донецку, а после выживать начнет и вся Россия? Не проще ли было переселить всех тех, кого притесняли все эти 8 лет, куда-нибудь поближе к безопасной для них стране? И неужели наши великие стратеги не сумели таки предположить, к чему все это может привести? А теперь что? У нас даже права голоса нет. Яшина за собственное мнение посадили на 8,5 лет. Я согласна, что его высказывания могли быть резкими и даже согласна с тем, что иногда провокационными, но это же частное мнение отдельно взятого человека. Ну считает он так, ну приводит он доказательную базу, но никто не заставляет слушать его, верить ему или поддерживать. У нас полстраны, если не больше, живет в другой правде и в другой реальности, в той самой, где президент России открыто говорит... Верить в наше время нельзя никому, порой даже самому себе. Мне можно. А, не-не-не, это не то видео. Верить никому нельзя, только мне можно. Хорошо. И на этой оптимистичной ноте я предлагаю навсегда вычеркнуть из памяти пенсионный возраст, конституцию, мобилизацию и что там еще обещалось. Но по каким-то необъективным причинам все равно случилось. А, и да, перестаньте вы уже смотреть этот чертов телевизор. Вот уж кому-кому, а тому, что там показывают, точно верить нельзя. Да, эта новость действительно облетела всю сеть, но по-настоящему почему-то заинтриговала только Скобееву и ей подобных. Причем, обратите внимание, госпрограмма настаивает на том, что это уже реальность, и подобные разговоры уже давно вышли за рамки лабораторных исследований. А что по фактам? А тут все просто. Нет никакой компании Экта-Лайф, по крайней мере, сейчас, как и нет программы и самой установки искусственного выращивания детей. Все это пока что плод воображения 32-летнего ученого Хашем Аль-Гайли. Да и кто назвал его ученым, это тоже огромный вопрос. Потому что пока Аль-Гайли – это просто талантливый режиссер, сумевший создать идеальную кинокартинку из своих фантазий. Ничего из того, что показано в фильме, кстати, полностью его можно посмотреть на ютубе, в реальности не существует. А, соответственно, ни о каких разлучениях детей и родителей речи быть не может. Это выдумка пропаганды. Причем с очевидной для многих целью. Хотя наши отставать явно не намерены и в ответ уже в эту среду накатали материал про возможность гибернации человека. Это типа такая спячка, которая может продолжаться до полутора лет и по выходу из которой человек должен будет оставаться самим собой. Но это не точно. Поэтому не ведитесь на провокации и не соглашайтесь на предложение выспаться. Ведь никогда неизвестно, в каком месте придется проснуться. Ну или с какими чиновниками. На этой неделе депутаты Государственной Думы приняли участие в благотворительной акции «Елка желаний», где в числе детских писем депутат Олег Нилов нашел просьбу мальчика из Киева прислать ему ракеты. Мальчик Вова из Киева мечтает о ракетах. Вова, ты получишь ракеты, жги. Это шутка, конечно, такая, без комментариев. Конечно, шутка, конечно, но в каждой шутке есть доля правды. И мы прекрасно понимаем, что это письмо писал ребенок, а ответа почему-то дождался мальчик Вова с 44-х лет. Я, знаете, не против там всяких Петросянов и Степаненко, особенно если они кому-то заходят. Но никогда они отдают свой хлеб российским депутатам, ведь в их политических играх гибнут реальные дети. И шутки на эту тему, как по мне, так просто недопустимы. Особенно с учетом того, что буквально на следующий день стало известно о загрузке баллистической ракеты ЯРС в шахтную пусковую установку. Это сигнал Запада, утверждает мое любимое агентство Реановости. Мало того, это же издание и вправду считает, что британцы после такого явно насторожились. Причем настолько, что начали подготовку военного трибунала. СМИ пишут, что на днях британские суды приступили к обучению девяти десятков украинских коллег. На это королевство собирается потратить два с половиной миллиона фунтов стерлингов. Первым на новый Нюрнберг отреагировал пресс-секретарь Песков. Он заявил, что, внимание, цитата, попытки Запада переписать историю и учредить некие судебные органы не будут иметь легитимности, так и не будут приняты России. Конец цитаты. Я, честно говоря, не знаю, к чему приведет вся эта идея, но посмотреть на ход истории было бы интересно. Ну, а на этом у меня все, друзья. Очень хотелось порадовать вас интересными и полезными новостями, но пока не получается. Хотя, может, все изменится через неделю. Поживем, увидим ровно через неделю на том же месте и в тот же час. Всех люблю. Пока-пока.